всем добро времени суток добрый лёша и мы продолжаем дорогами европы покорять собственно европу сегодня у нас несколько заказов будет если успеем белка сегодня уже отдыхает есть утра на учебу учиться на водительского удостоверения ну и после учебы бежать на работу она устроить диспетчерскую на которую я собственно и работаю ну будем хотя бы вместе на одной работе пока что взяли мы заказ дымоходной системы на целых 16 тонн и везем в город франк тут из прошлого города кейсель где мы остановились и для начала предлагаю завести автомобиль включить освещение посмотреть работает ли у нас вся сигнализация левый поворотник спереди работает справа работает далее дальний свет есть аварийные очки есть теперь чуть-чуть проехаться вперед стоп-сигналы работают левый сзади есть правый есть аварийки есть отлично ну что трогаемся потихонечку в путь рейс у нас ночной прицеп у нас удлиненный потихонечку выруливаем не забываем что у нас очень длинный гражданин стоим и выкатываемся и как некрасиво то получилось заняв собой всю дорогу ну да ладно благо ночь все здесь ребята с понятием о том что машинка у нас длинная большая ну а пока едем по кейселю можно порассуждать и дальнейших действиях для начала в первую очередь это конечно же доставить груз в целости сохранности и безопасности заработать денежных знаков дождаться когда можно будет снова с собой взять белку в рейс а это скорее всего следующая смена будет ну и изучать изучать европу блин как нам везет то прям зеленую волну поймали всегда бы так если честно и зеленая волна отсутствие пробок мечта для дальнобойщик у нас судя по всему даже не обматерили так нам следует двигаться здесь по правом полосе по правой включим дальний и ни черта не увидим движемся мы на ганновер судя по указателю но вообще нам если навигатор мне не врет нужно во франкфурт придется вот так вот немножко все-таки поншет оставить и на него смотреть в данной ножке навигатора к сожалению нету встроенного и здесь и по зеленой да что ж мне сегодня прям везет ночь еще с одной стороны хорошо другой нет ой 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 не зацепит фух не зацепила и тут на зеленый да блин всегда бы так а сплошные зеленые то честно говоря еще с простым полуприцепом не приловчился ездить а тут дали двойной я даже не представляю как это так переключимся на ближний но здесь вы ножки уже тяжеловато тяжеловато может быть у нее двигатель не особо прям мощный стоит да поэтому и так тяжело уряка мне тут дадут прям топовую комплектацию что на дядя есть это согласитесь выглядел бы крайне странно так франкфурт налево я тут немножко приболел поэтому голос немножечко может тональность меняться нашем видеоблоге но я думаю это не так страшно работа тордать не будет а больничные в европе дорогое удовольствие позволить его себе может не каждый начал уже светает посмотрите уже даже потихоньку светает но у нас курс вообще на юг солнце нам по идее слепить то не должно сильно будет но на рассвет дело такое за мы сейчас приедем и посмотрим вообще сколько будет времени сколько когда приеду буду за рулем и можно ли будет выполнить еще какой-нибудь заказ что денежка зарабатывает нужно срочно покупать свой грузовик и жить уже так сказать в наслаждении ну как наслаждение уже самому самим что-то там выбирать и не трястись прям вот так вот как сумасшедший за уверенную технику а там со временем и прицеп свой перестраиваемся потихонечку ну в общем то теперь кесель посмотрим с другой стороны 174 километра пока недалеко в европе расстояние так само по себе это конечно не россия где можно там кучу времени ехать и ни одной живой души не увидеть да там где-нибудь в якутии к примеру или в сибири но при этом все равно здесь население так плотненько стоит ну сосредоточен правильнее было бы сказать стоит стоят люди в очереди в пробке да наверное как-то вот так ну и не знаю уж как так получилось а ну пока что у нас все вот по германии по германии по германии но думаю со временем и все равно отсюда вырвемся дальше смотреть что происходит здесь статьи на это равно даже это круиз-контроля нет поэтому все вот так вот ручками и ножками буду стараться держать немножко поменьше ведь как из-за того что сильно груженный наверное сильная как бы только начинаю постигать вот эти вот азы водителя дальнобойщика разгоняется весьма бодро интенсивно с горочки вниз а вот в горочку залазит он очень очень тяжело но опять-таки 16 тонн в двойной связки наверное если бы один принцип был блок немножко попроще но что дали то дали на 5 он витрина мельница мы когда только начинали только приехали я рассуждал на тему вот это вот безопасные зеленые энергетики поэтому повторяться в принципе не буду ну вот небольшой подъем и все вот чтобы вы понимали сейчас просто педаль в пол до 10 передачи но от этого как-то ему не легче еще и дождик ну прям все прелести жизни на с другой стороны машина чище будет да логично логично так ну планшете показывает то что нужно двигаться по этой полосе случайно не съехать постараемся случайно не съехать ой даже не по этой полосе нам вон туда надо вот я даю сейчас бы уехал и был бы поворот в не туда температура жидкости 91 градус ну то есть он у нас 87 оставая массу 91 градус может кто-нибудь в рассказать 91 градус для массу нормальной температуры вообще ли нет вода вон 86 87 дождик потому что наверно поэтому снаружи 17 градусов причем смотрите на панели на самой на информационный показывает что якобы круиз-контроль есть но при попытке нажать кнопочку волшебность круиз-контролем у меня ничего не происходит не можешь конечно я такой нет самые ну за как запас ходу на 1450 километров а ехать нам 100 можем 14 раз туда обратно 14 раз по 100 съездить то есть так того места доехать до туда и обратно получается 7 раз не разгоняйся дружочек до франкфурта уже меньше 100 километров это радует педальки на этой раношке находится немножко неудобно для меня тебя может это еще и я немножко неудобно сижу до на дождик все барабанит и барабанит и барабанит и барабанит так там дорога судя по всему закрыта куда-то куда только я так и не понял и меняет принципе особо не касается ну я по крайней мере надеюсь что навигатор меня приведет правильно дружище ты только в меня не это не прицепить не знаю через от европейцев ожидать а вот это вот я так понимаю камеры наверное висят фиксацию нарушений ну нам с такой скоростью нарушение то и не грозят пока что на а был бы круиз-контроль блок вообще шикарно и хотя в дождь на круиз-контроле наверное такое себе ездить слишком расслабляешься или нет у кого в машине есть круиз-контрольную в грузовике как она вам 59 километров да мы уже почти доехали так еще раз напоминаем сейчас мы везем дымоходные системы целых 16 тонн у нас спаренный прицеп особо не разгоняемся потому что ну 16 тонн это наверное все таки много так там никого пока что ну да никого засмотрелся в зеркало самое главное не нарушать вот это вот привыкать так сказать техники чтобы не нарушать а так как вот тоже почему хочется свой тягач потому что ты к нему привыкнешь к одному и все а здесь постоянно разные пока вот на грузовиках транспортных компаний и это постоянно нужно вот привыкать да вот контролировать скорость там вот это вот все то есть он из-за груза сам разгоняется это в принципе дело поправим и оттормозить всегда можно так нам следующий этот съезд так там никого нет поэтому можно сразу вот так вот нагленько да она я хочу на сплошную но думаю криминального в этом ничего нет а вот здесь мы будем как можно аккуратнее заворачивать тоже напишите какой лучше 1 тягать взять вот вы бы какой взяли я предвижу что скорее всего большинство ответит скани ну хочется что-нибудь такого интересного что не скани вроде как самые мощные у них здесь грузовики в европе из доступны вроде как на 750 аж один их сил можно раскачегарить их единственного льва я но почему-то не хочу ольвар склоняюсь пока что дав все штыки у нас вот мы сбил к когда ехали на дали там вот это вот экранчик который внутри салоне вместо камеры ну мне вот на самом деле очень сильно понравилось что это удобно потому что здесь все равно взгляд чуть-чуть отводить приходится 10 прям по курсу по взгляду но какой-то дав был я честно говоря так и не понял пережали тормоза так я только единственно предлагаю немножко от маршрута отвлечься и съездить там судя по радару скорее всего автосалон у нас время доставки еще целых четыре часа мы можем немножечко позволить себе так сказать отклониться от маршрута но выясните что там находится я даже пытаться это читать не буду местный аналог дешели так запихались отлично так здесь европе кольцо кто на кольце тот и главный так мы сейчас на кольце никого нет нет поэтому мы можем стать главными на этом колечке вот и что здесь за автосалон и века ничего не знаю про века на том что за истребители летают чел не здесь происходит очень интересно но ничего не понятно нам конечно то тоже предлагают взять кредит но я почти пока что но не кредит лизинг там под малый процент но я пока что этого не особо хочу его берешь ты чужие отдаешь свои так стоять и теперь потихоньку выруливаем может у них здесь какой-то авиашоу происходит а отлично запихались не извини я уже на кольце а он тем более даже это но и красный цвет на светофоре красный цвет и в принципе у нас шесть часов еще даже по порулить есть ой случайно каленка зацепил и заглушил ничего такого бывает ну а теперь осталось только доставить груз уже собственно на место давайте перестроюсь туда и поползу по правому ряду то что в моем случае это будет именно что поползу так ну не превышать только не стоит успеем или не успеем успеем или не своим главное еще не превышает успеваем место как сейчас его это тут с поворота и сразу к ним заруливать я догадываюсь как я вот так вот с левого ряда заверну никому что мне мешают никому заруливаю и так вот сюда в этом не сначала нужно вот так потом провернуть вот так и швартоваться вот так на еще у нас возникла небольшая проблемка нужно ее слегка исправить это гражданин слегка упертый и попытаюсь сначала но если их нему вайзеру надоест он мне скажет вырезай из кабины дальше наш водитель сам все сделает так отлично ручнику глушимся и расцепляемся нам диспетчерская предложила следующий заказ из франкфурта в страссбук мы поедем в соседнюю францию ну вы ее в приграничную зону так сказать и нам снова дали рано ну 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 так рано я к нему уже привыкать начинаю снимаем снимаемся с ручничка и трогаемся франкфурт на мане стал для нас прям каким-то это хабом что ли у нас все горит сейчас проверим еще дополнительно прорезли левый исправен правый исправен аварийки исправны поэтому трогаемся страсбург город в честь которого назвали корабль в свое время французы а еще страсбург по моему был у нас юридическим городом ну что помимо нюрнбинского суда я слышал про страсбургский суд но это было до нюрнбинского трибунала страду ска это же у нас франция насколько я помню здесь принципе евросоюз но опять-таки на ввиду того то что мы только приехали и только начали нам это во многие так сказать ну не во многие в некоторые регионы там вот в скандинавии нам пока нельзя кроме Финляндии в Италию только вот в приграничные зоны Италии и Франции можно а в остальное извините подвиньтесь да я же совсем не рассказал вам что мы везем а везем мы моторное масло 18 тонн если в прошлый раз мы дымоходные системы везли 16 тонн то теперь моторного массу целых 18 тонн ну везем и везем ну кстати я не знаю ну здесь мне кажется пободрее идет я близко не буду подъезжать вы не захлебывается что ли наручничок поставлю на нейтраль скатывается назад на всякий случай вдруг вдруг там скорая помощь пожарная полиция и кто-нибудь такой рекламный щит отмывает это что у него в качестве наказания что ли что-то ну и от нас если правильно понимаю мы сейчас опять будем выезжать на некое шоссе и уже так я тут а это кольцо в такое ух ты как интересно так я так понимаю мне вот сюда здесь еще и трамвайные пути уступи дорогу трамваю а здесь у нас уже главное потому что мы вроде как на кольце да ну трава и что-то я здесь не вижу ух ты ж я думал сейчас заглохнет не все-таки видимо тирала то ему этой раношки но все равно по моему полегче вот это либо из-за прицепа своеобразного то что здесь просто по прицепа там все-таки двойной либо просто этот помощь не может быть как-то в меня здесь уже верить начали ну да ладно сейчас еще 80 когда наберем попробуем включить круиз-контроль посмотрим это с круиз-контролем или нет уж кабинута у него немножко другая конечно можем возможно он помощнее ну и опять ехать нам 234 километра так ну сейчас мы не проверим да потому что сейчас там уже оттормаживаться и съезжать ну ну да ладно да я совсем не сказал за тот рейс мы получается заработали три с небольшим 1000 евро я считаю нормально так мы весьма быстро накопим на грузовик свой и получили доступ на допуск на перевоз дополнительно еще дорогостоящего груза что тоже не может не радовать но вот на дальней дистанции нам пока не дает говорят недостаточно вы треши еще это показали себе поработайте еще немножечко и дадим вам на дальние перевозки чтобы вы могли поколесить побольше по европе поэтому будем работать показывать себя а ну и насколько я понял когда появится свой грузовик в этом плане будет еще проще на там я уже сам смогу выбирать какое разрешение куда я и сейчас могу но что-то мне недоступно что-то мне при всем желании не дадут как и доступы но таковы правила все таки я к ним приехала не они ко мне вот наверно забавно так я к ним приезжаю диктую свою свою типа ребята мне вообще параллельно на ваше правило хочу сразу куда-нибудь там заказ тысяч на 50 евро и из франкута там в стамбул они только пальцем возле виска покрутит и скажет ты ты дурак и я их в этом в принципе прекрасно пойму я в себе так сказал ну и со своим соответственно тягачом наверное мне как-то больше выбор будет что куда вести мне этот однозначно более тяговитый вот этот однозначно более тяговитым и 79 для него стало пределом да он даже сквозь контролем вот это неожиданность ночью погода хорошая катимся по шоссе место не успеваю прочитать что на вывесках ограничение 80 идем 80 круиз-контроль включили в принципе может понаслаждаться интересно какая на франции действительно ли французы все для нашего ухо будет казаться что не картами параллелу де фланце такая по-французски знаю только шершель а фан ну мне женщину искать не надо белка сейчас учится сейчас у меня как раз занятия только-только начались и она учится котейку с собой в салоне или щеночка какого-нибудь лучше котейку ухода меньше катать всяк будет веселее вот а так хорошо ехали а уже съезжать до с такого шоссе съезжает так съезжать на нейтраль пока поставлюсь и самое главное это не забывать передачу включать этот немножко сиденье подрегулировал чуть-чуть пониже с одной стороны неудобнее стало держать роль но зато педали достаю а до 50 не извините ребят отмена будет ограничение вроде они полицейские не сообщили двое наверно никто не заметил что там на 3 километра в час быстрее то ехал а здесь все 5050 ну ладно так это я наверное слишком далеко от перекрестка остановился да так там никого не цепляемся не цепляемся и здесь аж до 60 можно вот блин спасибо но я так вот наверное до завтра вести из всю дорогу 60 катится хотя он не особо быстро у меня здесь скорость набирает справа поля какие-то слегка вот отвлекся на это на средства коммуникации время посмотреть при том чтобы он планшет перед носом висит на котором время написано но по привычке надо телефон так обгоняем гоняя дружище коня и ты торопишься наверное а у нас время еще есть для меня главное безопасно качественно и в сохранности так чуть-чуть подальше а пропускает дяденька ой спасибо чьи-то тебе какое огромное даже вот так вот потому что у него прицеп с русским был теду наш балтийская транспортная компания или как она там расшифровывать балтийская логистическая там компанию это значит что он скорее всего из россии и соответственно этот жест он знает два раза варичкой моргнуть спасибо блин ну пейзажи конечно а и жалко белки нет ну я скорее всего в страсбурге останусь там ночной экспресс на котором она приедет и со страсбурга уже куда-нибудь поедем завтра круиз-контроль есть посмотрим что там дадут и что от этого будет но там еще с белкой зависит от того как с работой будет у нее два через два рабочий график ну и учеба плюс ну завтра она получается ну послезавтра я день в страсбурге нет и побуду как раз она приедет и поедем с ней уже в следующий рейс влага ей хорошо она работать может удаленно сотовая связь есть но он бук тоже ты конечно глупо сделаешь обгоняя в таком месте ой какой годок так топлива нам не надо но отдыхать соответственно нам тоже не надо ну конечно 60 это очень утомительно но вон она граница германии и франции прям по курсу ну граница то сейчас евросоюзе номинальная но тем не менее добро пожаловать по францию так нет но я на 60 влетать здесь в этот поворот не буду лучше медленно но живым и самое главное целым ну конечно двигателя тяжело на малых оборотах можно сказать кое-как кое-как была бы механика конечно возможно было бы проще чё там передачу пониже воткнул и все а и границ франции сразу 80 и по барабану какая дорога я на в принципе по такой дороге как рисует навигатор нам 80 мы спокойно сможем ехать то тем более на спуске круиз-контроль на 78 поставлю ограничение нет ну правда змеечка меня там погода хорошая в принципе должны нормально проходить лишь ограничение как-то ставили наверное чем-то руководствовались ну устанавливали и соответственно если здесь нет общего ограничения для грузовиков соответственно грузовик здесь на 80 должен пройти что-то как-то прицепчик так вообще вместе с кабиной это правда может оказаться из-за работы подвески что так рискован заваливается но я немножко того их франция аромат любви винограда и лягушачьих лапок ни разу не пробовал и думаю что даже не попробую просто не захочу как хотя 28 градусов за бортом ой блин в машине то просто кондиционер работает и и сколько снаружи в принципе не знаешь на термометр посмотрела что-то мне слегка по плохего ой а мы-то кстати уже почти приехали до потому что он нам сейчас налево потом чуть-чуть до кольца с или по всему до съезда зачем на тормоз скажем страсбург налево но хорошо спасибо 80 80 так 80 я только за быстрее приеду быстрее соответственно это доставим на то ту как вот в диспетчерское объяснение тут в европе есть еще один маленький такой нюанс быстро тоже не значит качественно потому что терминал может быть занят и тебе придется просто стоять ждать за воротами какое-то время поэтому должен вот назначенный интервал но и другой если ты приехал слишком быстрее относительно расчетного времени то соответственно ты что ты нарушал а если ты нарушал то доверить тебе значит никакого эти белочек штраф полагается у нас ну время то дает конечно запасом до с большим если мы к примеру проехали 200 километров ну 250 километров и грубо говоря там за полтора часа это соответственно мы ехали не 80 и 60 это соответственно мы ехали сколько километров 220 я конечно сомневаюсь что тягач только выдавит но все же дижон боли дижон базель прямо страсбург на право ну нам страсбург ничего с этим не попишешь я принципе нам поворотники даже включать не надо так как ограничению 50 и кольцо слева никого поэтому спокойненько от маневровую может когда-нибудь и до дижона прокатимся ну что значит когда-нибудь когда-нибудь то точно прокатимся страсбург город и пароход вот я там вижу еще какой-то вопросительный знак предлагаю проехать посмотреть временечко есть у нас поэтому почему бы еда на страну красиво как это у нас что это у нас судя по всему мотель да да это мотель там гараж ой чуть-чуть на бордюрчик наскочил но мы про это никому не скажу там наверное кадровое агентство но лёша бы не был лёши если бы не его либо любопытство природное да вы издеваетесь то только остановишься и сразу же зеленый загорается давайте еще здесь и остановлюсь и сразу зеленый нет да да нет нет не сразу сейчас наверно ближе когда подъеду но только полная остановка и здравствуй зеленый сигнал светофора ой-ёй-ёй-ёй-ёй scania мы нашли фирменный салон scania но мы не успеем наверное этот зеленый да или успеваем успели наручничок пока поставимся это все равно процедура не быстро и ждем зеленый свет что нам еще остается да там он вижу судя по всему ремонтная мастерская так ну хорошо хоть встречик нет да можно сразу вот так вот по и так быстро ловка хитро нагло хотя на год перед тем здесь на гость на никого же все равно нет карфа или как это там читается где-то рядом железная дорога себе если пассаж я так и не французского не знаю так ну ждем пока а выпускать что ли будем какие вы вежливые спасибо добрый тебе человек ты там под шумок сразу толпа за мной направо хоп 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 правильно пока я тут не спешливо выкатываюсь ну вот мы практически доехали до так мне кажется что отсюда наверно надо было бы ввести так-то по логике вещей масло моторную ну едем парковать 66 градусов вода ну жидкой системе охлаждения нет я не тороплюсь я не тороплюсь немножко запутался так 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 давайте выйдем прикинем нам сейчас роль нужно максимально вправо теперь возвращаемся в кабину нейтраль задний ход и паркуем не ребят я сам я сам запаркуюсь не переживайте откуда все опыта наберусь если я сам это делать не будут правильно отлично к ставим наручник идем расцепляться и смотрим сколько мы заработали 3800 чуть не сказал рублей евро давайте подведем итоги мы заработали еще немножко денег белка учится и выйдет скоро на работу сегодня ну а я с вами прощаюсь с вами был добрый лёша евротрак симулятор 2 цикл дорогами европы открыт продолжается и будет продолжаться всем хорошего настроения играйте в хорошие игры здоровье благополучие самое главное не болеть всем пока пока